Из истории великих научных открытий. При охлаждении до определенной температуры некоторые материалы проявляют поразительные свойства. Они левитируют, не оказывают никакого электрического сопротивления, пропуская электрический ток с нулевыми потерями. Материалы, обладающие такими свойствами, называются сверхпроводниками. Они используются для создания сильных магнитных полей, необходимых для проведения МРТ — магнитно-резонансной томографии. Но чтобы достичь состояния сверхпроводимости, их нужно охладить до температуры минус 150 градусов по Цельсию. Сверхпроводимость связывается с именами двух людей, чьи исследования проложили дорогу дальнейшему развитию этой области. Хейке Камерлинг-Онес, Ватер Мейснер и сверхпроводники Хейке Камерлинг-Онес родился 21 сентября 1853 года в семье владельца кирпичного завода из Гронингена, старого университетского города на северо-востоке Голландии. В 1870 году Хейке Камерлинг-Онес поступил в Гронингенский университет, где изучал физику. В следующем же году он перешел в Хайдельбергский университет в Германии, где в числе его преподавателей были химик Роберт Вильгельм Бунзен и физик Густав Кирков. Через три года он возвращается в Гронинген, где в 1878 году защищает докторскую диссертацию на тему влияния вращения земли на маятник. После этого Камерлинг-Онес обратил свое внимание на газы. В 1882 году он стал профессором физики Лейденского университета и создал там специальную лабораторию по изучению газов при низких температурах. 10 июля 1908 года ему удалось получить сжиженный гелий при температуре 4 градуса по Кельвину или минус 269 градусов по Цельсию. Он достиг самой холодной отметки на планете. Имея жидкий гелий, он мог проводить эксперименты при температуре, как никогда близкой к абсолютному нулю. Абсолютный ноль, минус 273 градуса по Цельсию, определяется как самая низкая физическая возможная температура. Атомы обладают определенной кинетической энергией, которая зависит от температуры. Чем ниже температура, тем меньше их вибрация. При абсолютном нуле практически всякое движение частиц прекращается. В 1911 году Камерлинг Онес начал изучать электрические свойства металлов при сверхнизких температурах. В ходе своих исследований он отслеживал изменения их электрического сопротивления при охлаждении. За 90 лет до этого в лаборатории физики иезуитской гимназии в Кельне немецкий физик Георг Симон Ом доказал существование электрического сопротивления. Ом называл сопротивлением степень, в которой проводник задерживает проходящий через него электрический ток. Сопротивление происходит в результате столкновения электронов с атомами проводника и потери энергии в виде тепла. Чем больше энергии переходит к атомам, тем меньше кинетическая энергия остается у электронов и тем больше сопротивлением. Во время своих экспериментов Камерлинг Онес сделал удивительное открытие. Он заметил, что если ртуть охладить жидким гелием до температуры минус 269 градусов по Цельсию, она проводила ток без какого-либо сопротивления и не нагревалась. Он открыл первый сверхпроводник. Материал, который не оказывает сопротивления электрическому току. Но в этом эксперименте было сделано и другое поразительное наблюдение. Сопротивление снижалось непостепенно. Оно резко исчезало при достижении определенной температуры. Эта температура, при которой материал становится сверхпроводником, называется температурой перехода. В 1913 году Камерлинг Онес получил Нобелевскую премию по физике за изучение вещества при низких температурах. Хотя при его жизни сверхпроводимость оставалась довольно экзотичной областью исследований, Камерлинг Онес был убежден, что однажды она получит множество практических применений. Ведь проводники с нулевым сопротивлением делают возможным транспортирование энергии без потерь. Хейке Камерлинг Онес ушел из жизни 21 февраля 1926 года в Лейдене. Следующий прорыв в исследовании сверхпроводимости был совершен Вальтером Мейснером, родившимся 16 декабря 1882 года в Берлине. Мейснер начал изучать инженерное дело в техническом университете Шарлотенбурга. Но накануне экзаменов он перешел в Берлинский университет Фридриха Вильгельма и занялся физикой и математикой. Здесь, в 1906 году, он закончил работу над докторской диссертацией под руководством Макса Планка. Два года спустя Мейснер начал работать в Имперском институте метрологии. В то время его обязанностями были исследовательские проекты. С 1922 по 1925 годы он построил установку для сжижения гелия — третий аппарат такого рода в мире, помимо установок в Лейдене и Торонто. Получаемый жидкий гелий использовался для исследований низкотемпературных эффектов. В 1927 году была создана лаборатория для ядерных исследований. Вальтер Мейснер был назначен ее директором. В том же году он получает повышение, а в 1930-м становится приват-доцентом Берлинского университета. Последующие работы снискали Мейснеру репутацию физика-экспериментатора. Вместе с Робертом Оксенфельдом он открыл явление, сейчас известное как эффект Мейснера-Оксенфельда. Это стало крупнейшим открытием в области сверхпроводимости. В 1933 году эти двое ученых доказали, что сверхпроводники — не просто идеальные проводники. Они стремятся выталкивать магнитное поле и таким образом являются идеальными диамагнетиками. Постоянный магнит создает магнитное поле. Если в это поле входит диамагнетик, он будет стараться вытеснить из себя линии магнитного поля. Для этого он генерирует собственное магнитное поле, противоположное окружающему. Благодаря взаимному отталкиванию двух полей сверхпроводник левитирует над магнитом. Это спонтанное образование магнитного поля и носит название эффекта Мейснера-Оксенфельда. В 1933 году эти двое исследователей опубликовали свои наблюдения в статье, названной «Новый эффект сверхпроводимости». Через год Мейснер стал профессором Мюнхенского технического университета и директором лаборатории технической физики. Во время Второй мировой войны лаборатория низких температур была эвакуирована в Хершинг, Верхняя Бавария. Там она размещалась во временных бараках. После войны Мейснер был назначен деканом факультета естествознания Мюнхенского технического университета. Он восстановил в Мюнхене лабораторию технической физики. Но, несмотря на активное исследование, механизм сверхпроводимости оставался тайной. Даже сегодня у нас нет исчерпывающего объяснения. Только теории. Одна из этих теорий утверждает, что сверхнизкая температура изменяет вибрации атомов в кристаллической решетке сверхпроводника и нейтрализует силы отталкивания, существующие между электронами при нормальных условиях. Электроны образуют пары, которые перемещаются, не испытывая никакого сопротивления. За эту теорию физики Джон Бардин, Леон Купер и Роберт Шиффер в 1972 году были награждены Нобелевской премией. Для Вальтера Мейснера это стало причиной продолжать работу в основанном им в Гархинге около Мюнхена Центральном институте низких температур. Он продолжал эксперименты до глубокой старости. Вальтер Мейснер умер 15 ноября 1974 года в Мюнхене. После смерти великого ученого институт в Гархинге был назван его честь институтом Вальтера Мейснера. А исследования сверхпроводимости продолжались. Основной задачей ученых было найти сверхпроводники с более высокими температурами перехода, то есть материалы, которые не пришлось бы охлаждать до сверхнизких температур. В 1986 году немецкие и швейцарские физики Георг Бэднорц и Алекс Мюллер открыли состав, который становился сверхпроводником при минус 238 градусах по Цельсию. Удивительно, но этот состав оказался не металлом, а керамикой, материалом, который используется в качестве изолятора, потому что при нормальной температуре вообще не проводит электрический ток. То, что этот материал мог стать сверхпроводником, было просто поразительным. За это открытие в 1987 году оба ученых получили Нобелевскую премию. Они открыли новое направление поиска материалов с еще более высокими температурами перехода. Высокотемпературные сверхпроводники — это материалы, проявляющие свойства сверхпроводимости при температурах свыше минус 196 градусов по Цельсию. Это качество позволяет охлаждать их жидким азотом, а не гелием, и расширяет круг практического применения, поскольку жидкий азот гораздо дешевле и легче в обращении, чем гелий. Основное применение сверхпроводников в качестве электромагнитов в медицине. В частности, они используются в установках магнитно-резонансной томографии — МРТ, которая на сегодняшний день остается ключевым инструментом медицинской диагностики. Необыкновенно сильное магнитное поле, необходимое для проведения МРТ, может быть создано только с помощью электромагнита из сверхпроводника. Но атомы человеческого тела, находящегося в мощном магнитном поле, направляются радиочастотные импульсы, что заставляет их изменять свою ориентацию и генерировать сигналы. После выключения магнита атомы возвращаются в исходное положение. Компьютер обрабатывает полученные сигналы и составляет томограмму тела. Основная причина использования МРТ — получение очень подробного и четкого изображения всех тканей тела, особенно мягких. Сверхпроводники также используются в японском поезде магнитной левитации — Джей Армаглев. Его сверхпроводящие электромагниты разгоняют поезд до скорости свыше 580 км в час. Однако для широкого распространения сверхпроводников еще предстоит решить серьезные проблемы. Они очень хрупкие и легко ломаются. Поиски новых сверхпроводников продолжаются. По состоянию на 2007 год самая высокая достигнутая температура перехода — минус 138 градусов по Цельсию. Если ученым удастся найти материал, являющийся сверхпроводником при комнатной температуре, это станет величайшим открытием. Ведь все, что мы делаем в нашей повседневной жизни, дома и на работе, так или иначе связано с электричеством. Открытие подобного сверхпроводника станет осуществлением мечты. Электричество, генерируемое солнечными батареями, будет вырабатываться в богатых солнечных энергий регионах и транспортироваться в любую точку Земли без потерь. Потребление энергии человеческим обществом существенно снизится. Помимо экономической выгоды, это станет существенным достижением в борьбе с изменением климата. Субтитры создавал DimaTorzok